Стихия никак не успокоится. Город засыпало снегом, в Улан-Удэ объявлен режим повышенной готовности. Что это значит? Какие меры принимаются для безопасности горожан? Расскажем об этом и других событиях дня. Амар Мэнде, здравствуйте! В прямом эфире Восточный экспресс в студии Ларисы Ренцеева и сегодня в выпуске. Зимние забавы или снежные хлопоты? Впоследствиях многодневного снегопада разбиралась имена Немаева. Конфликт вокруг 25-й школы вышел на новый уровень. Что думают по этому поводу эксперты и сами участники, расскажет Сержанна Мордогеева. Художественному музею придется потесниться. Кого примут эти стены, расскажет Евгения Геранина. Теперь об этом и другом более подробно и начнем с главного. А снег идет в столице. Режим повышенной готовности. Его объявили сегодня в 8 утра. За 5 декабрьских дней выпала уже двухмесячная норма снега и большая часть в Улан-Удэ. На весь первый месяц зимы приходится обычно 70-80% осадков. Но не прошло и недели, а синоптики уже зафиксировали 170% от нормы. В последний раз такие снегопады наблюдали 3 года назад, в 2014. Высота снега в городе сегодня составляет 14 миллиметров и продолжает расти. Вместе с этим повышается и уровень тревоги властей. Сегодня собрали городскую комиссию ПЧС. Коммунальные организации и предприятия перешли на усиленный режим работы. Режим повышенной готовности предусматривает усиление контроля за состоянием окружающей среды. Круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц. Информирование населения о способах защиты от чрезвычайной ситуации. Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. Что это? Всеобщая мобилизация или банальная паника? Ясно одно. С таким количеством снега городские власти своими силами не справляются. За помощью обратились к предпринимателям, организациям и даже добровольцам. На подмогу выехали 10 коммерческих самосвалов. Всего же на уборку снега сегодня вышло около 100 единиц техники. Объем работы и серьезность ситуации оценила наша съемочная группа. Скажите, пожалуйста, давно работаете? Сколько снега уже нагребли? Мы работаем с 6 утра, выходим. У нас выходит щетка к этому времени. Мы стараемся за щеткой все это убрать. Два часа обеда и опять выходим. Успеваете все убирать или нет? Не говоря, нет, потому что у нас из техники одна только щетка. Понятно, что дом инвалидов, там один дворник и так далее. Помочь нужно, поэтому для того, чтобы людям заезжать на колясках. Ребята откликнулись. Надо проявить помощь и страдания. Как оказалось, обильный снегопад – это угроза не только на улице, но и дома. Жители могут остаться без электричества. Здравствуйте. День добрый. Объясните, пожалуйста, взаимосвязь. Во время сильного снегопада и ветра снег может налипать на провода и привести к обрыву электропровода. Вот провод. Пускай вот такая вот масса соберется на него. И уже снег, когда он липкий, облипает, набирает массу. Фронтальный погрузчик, грузовик. Такие машины работают во всех районах города в железнодорожном. Чистка началась в 6 часов утра. Вывезено около 150 кубометров снега. Это около 12 полногруженных КАМАЗов. И при этом работа в самом разгаре продлится как минимум до 5 часов вечера. Снегопогрузчик большой. Как минимум 4 самосвала. Грейдер и трактор-щетка. Ставится посредине проезжей части снежный вал. Снегопогрузчиком убирается уже этот снежный вал, грузится в самосвалы и увозится на снегосвалки. Мы сейчас находимся на снегосвалке. Этот человек следит за порядком на территории. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, сколько сегодня было уже машины, сколько кубометров снега привезли? 37 ходок было. Вывезено 550 кубов. А вот что вы будете делать с этим снегом, который к вам сюда складируют? Он постепенно, медленно стаивает и уходит в грунт. За пять зимних дней сюда только с одного района города свезли около полутора тысяч кубометров снега. При этом снегопад даже не думает заканчиваться. По прогнозам синоптиков он продлится как минимум до выходных. Янина Немаева, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». Администрация города просит технику у частных фирм, а мэр обращается к горожанам с просьбой понять, простить и помочь с уборкой снега. Сегодня на сайте мэрии Александр Голков призвал улану дэнцев сплотиться. Цитата. «Обращаюсь к горожанам и руководителям предприятий всех форм собственности с просьбой принять посильное участие в уборке снега. Также я прошу активную молодежь, волонтеров, соседей не оставаться равнодушными и помочь пожилым людям в расчистке снега во дворах частных домов и на придомовых территориях. Это наше общее дело». Конец цитаты. Готовы ли улану дэнцы откликнуться на призыв и взяться за лопаты? Об этом мы спросили у жителей столицы Бурятии. Меньше снега они не справляются, а тут-то, конечно, они не справляются. Помочь-то можно. Свою лепту внести, вот помочь. Я вот, к сожалению, в детскую стоматологию к двум часам тороплюсь не могу. Я пробовал Дель Дораду, это на проспекте автомобилистов, там вообще невозможно пройти. Ну вот, а вы готовы взять лопату в руки? Ну, конечно, готов. Я всегда готов. Придворовую свою часть, мне кажется, люди могут все убрать, но здесь это уже, скорее всего, должен делать мэры города. Что, работников у них нет? Они должны же убирать снег. Вот мне 80 лет. Кайфу бог. Я думаю, лучше к своим подчиненным обращаться, чем к жителям города. Ну, я думаю, мэр тоже сам покажет, например, задаст, как говорится, импульс, а мы поддержим, почему нет. Восточный экспресс только набирает обороты. И смотрите во второй части выпуска. Конфликт вокруг 25-й школы вышел на новый уровень. Что думают по этому поводу эксперты и сами участники, расскажет Сержанна Мордегеева. Остановка есть, маршрута нет. Жители Сотникова устали преодолевать километры. Сколько еще ждать обещанного, выяснял дежурный по городу. 6 миллиардов долг Бурятия снова берет взаймы у банков. Власти объясняют, доходы республики по-прежнему не покрывают все расходы, а нужно выполнить социальные обязательства. В том числе повышать зарплаты бюджетников и финансировать систему здравоохранения. 4 миллиарда рублей Бурятия возьмет в кредит на два года. Еще 2 миллиарда на трехлетний период. Главное условие – процентная ставка. Она не должна быть больше, чем 8,6% годовых. И это примерно тот же процент, под который сами банки получают деньги у Центробанка. Это в основном госбанки, у которых достаточно дешевый ресурс сейчас. И это реальная абсолютно цена. Потому что прежде чем выйти на аукцион, мы мониторили рынок по другим субъектам. Привлечение будем мы осуществлять, наверное, во второй половине декабря, исходя из реальной фактической потребности взаимных ресурсов. То есть мы сторонники того, чтобы не увеличивать долг без нужды особой. На 1 декабря долг республики составляет чуть больше 8 миллиардов рублей. На три четверти он состоит из коммерческих кредитов. На выплату процентов уже потрачено 300 миллионов. Но все же пока размер долга Бурятия входит в тройку самых низких среди регионов Сибирского федерального округа. На будущий год заимствование продолжится. Предварительно дефицит бюджета составит около 2,5 миллиардов рублей. Белая пища опасная для здоровья. В Бурятию текут поддельные молочные реки. Эксперты бьют тревогу. Именно среди молочной продукции сегодня много контрафакта. Как пытаются бороться с подделками в пищевой промышленности? И можно ли вообще с ними справиться? В вопросе разбиралась Евгения Геранина. Каждая вторая пачка сливочного масла – не сливочное масло. 60% кисломолочки – также ни кефир, ни сметана и ни творог. Производители втихаря меняют технологию изготовления. Натуральное сырье подменяют дешевым и вредным для здоровья растительным жиром, но оставляют красивую этикетку. Только за этот год в Бурятии выявлено 30 партий фальсификата. Штрафы превысили полтора миллиона рублей. Но никого не останавливают. Почему? Первое – это низкая покупательская способность населения. При выборе продукта люди смотрят прежде всего на цену. Отсюда вторая причина – стремление недобросовестных производителей максимально удешевить себестоимость своей продукции с помощью фальсификации. И все это едят наши дети. В детских садах нашли ненастоящий сыр. В школах и лагерях – фальсифицированное молоко. В больницах – сливочное масло по 80 рублей за килограмм. При цене настоящего – в пять раз больше. Больше того, в Бурятии установлено предприятие «Призрак». Оно поставляло в республику тонны контрафакта. По данному факту материалы направлены в МВД России по республике Бурятии. По результатам оперативно-розыскных мероприятий фактическое местонахождение предприятия не установлено. Возбуждение дел на сегодня отказано. Местные производители тоже грешат поддельным качеством, но чаще всего фальшивые продукты питания поступают из других регионов страны. В географии поставок вся Россия. Начиная от Кавказа, двух российских столиц и заканчивая соседями иркутянами. Уже оштрафованы 48 поставщиков. Но разве продукции стало меньше? Если контрафакт продается, естественно, ни одна торговая сеть не устоит перед соблазном продавать ее. А вот если не будет спроса на нее, то, естественно, никто ее закупать не будет, поставлять ее. О повышении уровня жизни населения никто не сказал ни слова. Для начала решили изменить типовой контракт для закупок продуктов питания в детские сады, школы и больницы и создать перечень надежных производителей. Черный список уже есть. Евгения Геранина, Виктор Немаев, телекомпания Оригус. Приемка дороги закончилась скандалом. В поселке Сотниково едва не произошло ЧП. Конфликт разгорелся между местными жителями, главой администрации и представителями Министерства транспорта. Свидетелем разбирательств стал дежурный по городу. Устали ждать автобуса, которого нет. Жители поселка Сотниково вот уже несколько лет просят поставить маршрут. Отсюда до ближайшей остановки на федеральной трассе несколько километров. И вот сегодня у жителей чаша терпения переполнилась. Они сами призвали чиновников к ответу. Так жители Сотниково встречают комиссию по приемке их дороги. А точнее не дают проехать мимо, как уже бывало. Главу местной администрации и Минтранс здесь ждут как ману небесную. Будущим автобусам, казалось бы, готово все. Знаки, столбы с фонарями и дорога. Так почему же автобусов еще нет? Из леса туда, вот в школу ходят все пешком, идут маленькие дети. Не хотят давать комментарий, хотя обещали 1 декабря уже, что будет все принято, все будет ездить. Уберите камеру. Я не буду ничего говорить на камеру. Комиссия из Министерства транспорта к народу бы и не вышла, пока чуть не сбила главу администрации. Вы почему не выходите-то? Люди стоят, а вы не выходите. А что делаете себе? Ты что делаешь-то? Взять на таран главу и жителей все же не удалось. И только после этого чиновники заизволили рассказать о ситуации. Мы Шара Борисовичу несколько раз говорили. Нужно, первое, чтобы были освещаемые пешеходные переходы, чтобы безопасность детей, как вы будете переходить от остановки до остановки правильно, они лампочки повешали? Повешали, повешали. Они не горят. И он говорит, что они каждый раз, что они должны подключиться. Каждый раз что-то меняется у них. Мы не говорим, что каждый раз что-то меняется у них. Они уже третий раз приезжают. В прошлый раз одно было, сегодня второй. Но понимаете, у них такое отношение, да? К чему все-таки придут местные власти, Министерство транспорта и народ? И когда в этом районе появится маршрут, мы обязательно выясним. А если вы не можете найти компромисс, звоните дежурному по городу. Мы постараемся помочь. Антонина Болотова, Виктор Горновской, телекомпания «Оригус». Другой конфликт. Вокруг 25-й школы вышел за рамки приличия. Родительская общественность выступает против учителей. Педагоги готовы держать оборону. На два лагеря разделилось и мнение общественности. Как разрешить проблему, чтобы она не сказалась на детях? Какие решения предлагают эксперты и участники конфликта? Мнение выслушала саржанна Мордогеева. Вспомним, выборы президента в 25-й школе прошли в конце сентября. Баллотировались двое, выиграл третий. Его фамилию вписали ручкой в бюллетене во время голосования. Этот факт возмутил школьных активистов. Они сняли видеоролик про нарушения и выложили в соцсети. Сюжет набрал более 40 тысяч просмотров. После того, как его обсудили на федеральных СМИ, начался новый виток. По одной из версий, на автора видеоролика стали давить в школе. Якобы учителя подговаривают других учеников не общаться с ним. Пост об этом выложил отец мальчика. Выборы уже не имеют никакого значения. Все это игры. Просто любая игра предполагает правила. Я бы сделал так, чтобы вот этих трех человек просто уволили. Директор завуч по воспитательной работе Дарима Гатановна. Директор Ларченко. Тогда школа будет честнее даже, порядочнее. Однако руководство школы сдавать позиции не намерены. Об этом заявила директор Елена Ларченко в программе «Клинч» на радио «Эхо Москвы» Улан-Удэ. Я считаю, что вот эти основания о том, что в школе на уроках детям говорят о том, чтобы не дружили с Андреем, я считаю, что такого быть не может. Я абсолютно в этом уверена за наших учителей. А в сети появилось еще одно видео-визит участкового. Оказалось, что кто-то из педагогов написал на активного родителя заявление в полицию. Поступило заявление от местной жительницы по факту размещения оскорблений в ее адрес в социальных сетях. В настоящее время участковому полномоченным полиции по данному факту проводится проверка. По последним данным учительница готова забрать свои обвинения в обмен на публичные извинения. В Комитете по образованию ее принципиальность не поддерживают. Моя личная позиция, позиция образования города Улан-Удэ, что если была допущена ошибка, то нужно провести перевыборы. Была допущена педагогическая ошибка, как я сказала, да? Ее нужно исправить. Такого же мнения сейчас придерживается Институт уполномоченных. С просьбой провести проверку они направили письмо министру образования. Вот эта ситуация, которая сложилась, и чему мы учим детей, они потом пойдут во взрослую жизнь. И не хотелось бы, чтобы их опыт участия в избирательном процессе был такой печальный. Между тем, поучительным в данном случае может стать не только сам конфликт, но и выход из него. Дети, они на самом деле отражают то, что у родителей внутри. Поэтому, если взрослые люди, родители, учителя и представители комитета по образованию и других органов, которые сейчас будут вовлечены в этот конфликт, если они грамотно себя и профессионально поведут, то тогда и последствия будут такими же, то есть только хорошими. Дети научатся грамотно, конструктивно решать проблемы. Саржанна Мердегеева, Мария Бунаева, Борис Бальчинов, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Орегус». Это еще не все. Смотрите в заключительной части выпуска. История для потомков. Кто собирает архив республики и где он хранится, интересовалась Ольга Арцунукаева. Зимний спортивный сезон официально открыт в Бурятии. Как это было в материале Алексея Турбова. Вслед за куклами музей природы Бурятии тоже покидает родные стены. Музей для посетителей закрыли в марте. Тогда же пошли слухи. По соседству расширяется бизнес. А это здание мешает развернуть большую стройку. Поэтому здание под предлогом аварийности пойдет под снос. Но сейчас речь снова о реставрации. Поэтому в музее начинают собирать чемоданы. Пять сотрудников должны перевести около 20 тысяч экспонатов. Большое время займет упаковка предметов. То есть нам нужно будет демонтировать чучела из экспозиции, упаковать их в соответствии с музейной инструкцией по хранению, составить опись. Специально для них будут изготавливаться ящики. На все это уйдет около полугода. И новая экспозиция откроется в художественном музее в четвертом квартале 2018 года. Художественный музей готов потесниться, но для начала должен и сам подготовиться к уплотнению. Фонды музея пополняются ежегодно, но не все помещения оборудованы системами хранения картин и скульптур. Для решения проблемы потребовалось несколько миллионов рублей. Приобретаем очень хорошее специализированное оборудование для хранения произведений живописи и скульптуры. И далее высвобождая временные помещения, произведем там ремонт. И там уже будет временное хранение музея природы и временные экспозиции, ну как бы музей природы в миниатюре. А пока музей природы проводят выездные обучающие программы для школьников. Всего около 20. Но его сотрудники не сомневаются, к столетию республики они обязательно вернутся в свое здание на Ленина 46. Ведь почти 100 лет назад именно в нем и было положено начало этой самой республики. Евгения Геранина, Вячеслав Цибиков, телекомпания «Ариус». История в свете. Наша телекомпания продолжает вести кинолетопись республики. Работа идет уже второй год. Что увидят потомки и чем могут гордиться современники? Об этом в следующем материале выпуска. Документы, датируемые 1681 года. Мы считаем, что это самый старый документ. Первые прописные страницы истории Бурятии. В республиканском архиве такие летописи на весь золото. Это книга учета Селенгинского Троицкого монастыря. Часть вырвана была. Было посажено на мекалентную бумагу. Текст, конечно, плохо уже читается, но тем не менее, самое главное, сохраняется информация. Уже сейчас завод выпускает несколько сот наименований различных запасных деталей. Первые видеокадры Бурятии датируются серединой 20 века. Снимали их журналисты из Иркутска. В 2016 году в республике приняли решение ввести свой киноархив. И технологические возможности сегодня позволяют сохранить информацию для потомков в лучшем виде. На сегодня в столице Бурятии установлено 204 видеокамеры. 18 направлений – здравоохранение, культура, экономика. Через 300 лет эти кадры станут уникальными. Уже сформированы, в принципе, все сюжеты. И в декабре поступят на государственное хранение в архив. Эта кинолетопись будет храниться вечно. Будем ее перезаписывать. А чтобы было надежнее, сюжеты снимаются в определенном качестве – HD. Поэтому информация на диске может храниться до 15 лет. Немалые отличия и в самой картинке. Подсветности, по телевизионным линиям, как в тасовке 800 или 800 линий. Меньше моргает, но в больших телевизорах хорошие цветопередачи, красивые. Отличия не только в качестве картинки, но и в подаче материала. Сейчас, и это не секрет, один из трендов современного телевидения – это все-таки журналистика мнений, авторская журналистика. А архив – это совсем другой жанр. Это минимум эмоций, это минимум личного отношения журналиста. В отличие от бумажных страниц, современная кинолетопись на полках не залежится. Пользу уже приносят и современникам. Материалы публикуются на сайте Государственного архива. Историю прошлого года уже посмотрели около тысячи человек. Ольга Арсенукаева, Батар Халматов, Виктор Горновской, телекомпания «Аригус». Зимний спортивный сезон официально открыт в Брятии. На центральном стадионе заработал каток. Ежегодно на коньки и лыжи там встают порядка 100 тысяч человек. Далее без комментариев. Чувствую легкость. Чаще всего сюда, потому что самый большой стадион. И вроде лед всегда гладкий, хороший. Очень красиво, замечательный день сегодня. Снежок. Приходите на каток! И на лыжи! Да! Да! Как только снег появится, мы сделаем лыжную трассу. В этом году мы приобрели еще дополнительно 150 пар коньков новых. На сегодняшний день у нас имеется в прокате 700 пар. Но, к сожалению, конечно, все 700 мы выдать не можем, потому что у нас пропускная способность 500 человек. Приходите, оздоравливайтесь, поднимайте настроение, занимайтесь спортом. Снежная феерия в вашем исполнении. Снимайте на камеру или фотоаппарат свой зимний сюжет, отправляйте к нам в редакцию или разместите в интернете под хэштегом СНЕГ03 или СНЕГ03ОРИГУС до конца этой недели. Итоги мы подведем в понедельник. Автора лучшей истории ждет сюрприз. Ну а пока предлагаем вашему вниманию ролики, которые уже появились в сети. Это поза или снеговик? Это снеговик. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Машины стали, они просто не могут поднять. Там Новый год два раза в год. Вот. Там снег, там столько снега, что если б я там не был сам, я б не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит неба и звезды, не видай свершин. Как посреди огни вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души. И на сегодня это все у меня, но не у моей коллеги Екатерины Шумал. Сейчас время рубрики «Сфера интересов». Я же напомню, что все новости есть на страницах телекомпании «Аригу» в социальных сетях и на нашем сайте. Будьте с нами. До свидания. В РТ. Подарить себе и близким особенный праздник возможно. Главное не откладывать важные покупки на потом. Думал, еще целый месяц впереди. Достаточно времени к празднику подготовиться. А потом одно, другое, третье. Все пошло не так. Опомнился. Пробки огромные. Очереди еще больше. Подарки, которые приметил, все раскупили. Не так прошел Новый год. Совсем не так, как хотелось. Начинайте подготовку к Новому году уже сейчас. Банк Восточный поддержит. Здесь можно быстро и просто оформить кредит на любые цели, как маленькие, так и большие. Это предложение не оставит равнодушным. Кредит до 500 тысяч рублей и ставка 12% годовых. Это то, что поможет реализовать мечту. В этом году я все предусмотрел. Подарки начал покупать заранее. А чтобы Новый год удался на все 100, в этом мне помог Банк Восточный. Нужная сумма под хороший процент. Я доволен. Позаботьтесь о подарках заранее. 6 декабря во всех отделениях Банка Восточный действуют специальные условия.